Продолжение следует... Частями речи может быть обращение выражено, но самым сложным в изучении этой темы является то, о чем мы поговорим с вами на сегодняшнем уроке – расстановки знаков припинания при обращении. Итак, давайте повторим самое основное, что мы должны с вами и сегодня закрепить в том числе. Обращение не связано с другими словами в предложении, не подчинительной, не сочинительной связи и не входит в состав основы. Поэтому мы с вами и говорим об обращении как об обособляемой структуре, то есть то, что выделяется у нас запятым. Обращение может быть нераспространенным, то есть быть выражено всего лишь навсего одним словом, или наоборот распространенным, то есть быть выражено не одним словом, а несколькими словами, словосочетанием, а может быть даже и предложением. Распространенными определениями, например, согласованными, несогласованными и приложениями. «Прощай, немытая Россия, ты пахни в лицо ветер с полудня, Тебе, Кавказ, суровый царь земли, Я посвящаю снова стих небрежный». Возможен в русском языке и тот, и тот вариант. Более того, чаще всего в поэтических текстах мы чаще всего с вами встречаемся с распространенными обращениями. Но поговорим сейчас о тех знаках припинания, которые ставятся при обращении. Обращение всегда, как обособляемая конструкция, выделяется запятыми. «Поздравляю, товарищи, с благополучным прибытием». Вы видите в данном случае обращение в середине предложений, и знаки припинания, запятые, ставятся с двух сторон. Но при обращении, мы помним, оно может быть в начале предложения, оно может быть в конце предложения, может быть. Не об этом мы говорим, а о том, что особая интонация может присутствовать. При усилении эмоциональности ставится восклицательный знак после обращения. «Откройся мысль». Восклицательный знак. Если после обращения имеется определение или приложение, то оно тоже обособляется. Такое определение воспринимается как второе обращение. Например, «Дедушка, миленький, где же ты был?» Еще два случая, когда у нас обращения обособляются. И очень важно, потому что часто, вот поговорить об этих случаях, потому что очень часто рядом с обращением у нас в разговорной речи и в письменной речи, конечно, тоже встречаются частицы. «О», «А» и «Ах». И мы задаем себе вопрос, надо ли ставить запятые между этими частицами и, конечно же, обращениями. Итак, частицы «О», «Ах» и «А» и другие, стоящие перед обращением, от них не отделяются. «О, мой милый, прекрасный сад» или «Ах, Надя, Наденька», «Смерть, а смерть, еще мне там дашь сказать одно словечко?» Во всех этих предложениях, обратите внимание, еще раз, да, посмотрим на это, частицы «О», «Ах» и «А» не отделяются запятой от обращения. Если же перед обращением стоит междометие, то оно отделяется запятой или восклицательным знаком. «Ах, поля мои, хороши вы в печали своей». Но как же нам разобраться, частица это или междометие отделять от обращения или не отделять? Частица имеет усилительное значение и от обращения интонационно никогда не отделяется. Не имеет самостоятельного ударения. «О, поле мое заветное, ты сейчас отдыхаешь после жатвы». В данном случае вы помните, да, «О, это частица», мы уже разобрались с вами, почему, и оно, обращая внимание, не отделяется запятой от обращения. Или междометие. Напомню, что междометие интонационно самостоятельно, ударно, и после него всегда имеется пауза. Например, «О ветер», «О снежные бури». И смотрим, фиксируем с вами внимательно, что в данном случае междометие отделяется запятой от обращения. Давайте попробуем сейчас вот эти новые полученные знания отработать на практике. Я предлагаю вам внимательно посмотреть на те предложения, которые даны на доске. Подумайте, где бы вы поставили запятые при обращении. То есть вы сами самостоятельно сейчас должны найти в этом тексте обращение. «Вот, папа, мы с тобой не можем заснуть, и оба мы несчастливы». Отец заморгал своими добрыми глазами, посмотрел на меня, вроде бы ничего не понимая. «Что ты, милая? О чем ты, Надежда?» «Все живы, нет войны, все в сборе в моем доме, я счастлив». «Я всхлипнула, а он обнял меня, как маленькую». «Ему всего и нужно было, чтобы мы были все вместе». Я надеюсь, вы успели сейчас подумать и правильно выделили те запятые, которые обособляют обращение. Посмотрим правильные варианты ответа. У вас должны были появиться цифры 1, 2, 6 и 7. Вы молодцы, если у вас правильно. Если какие-то есть ошибки, ничего страшного, дома в домашнем задании вы обязательно отработаете это правило. Но я вам предлагаю выполнить еще одно задание. И здесь вы должны подумать и отметить верные утверждения плюсиком, а не верные утверждения минусом. Первое утверждение. Обращение может состоять из нескольких слов. Обращение может быть выражено только именем существительным, собственным. Обращение может быть выражено именем прилагательным. Обращение может быть главным и второстепенным членом предложения. Обращение на письме всегда выделяется запятыми. Обращение употребляется только в разговорном стиле речи. Давайте посмотрим, какие у вас ответы должны были получиться. Вы должны были сказать «да» в первом, третьем и шестом случае, а на все остальные вы должны были ответить «нет». Я надеюсь, мы с вами разобрались, что такое обращение. И я думаю, вы с легкостью выполните домашнее задание. По учебнику Рыбченкова я вам предлагаю взять и выполнить упражнение под номером 280. Мне очень хочется, чтобы вы внимательно вчитались и выполнили все те задания, которые там записаны. Вписать, вставить пропущенные буквы, вставить пропущенные знаки припинания. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго и до новой встречи. До свидания. Здравствуйте, ребята. Тема нашего сегодняшнего урока «Окружность и вписанный угол». Давайте с вами вспомним, какой угол называется центральным. Центральный угол имеет вершину в центре, в точке О, и измеряется дугой, на которую он опирается. Вписанный угол – это угол, у которого вершина лежит на окружности, и стороны пересекают окружность. Измеряется вписанный угол половиной дуги, на которую он опирается. Также мы с вами знаем теорему о вписанном угле, при которой вписанный угол равен половине центрального угла. С этим вы познакомились ранее. Давайте с вами посмотрим примеры, каким образом могут располагаться углы в окружности. Если мы возьмем на данной картинке изображение угла B, A, C, это будет вписанный угол, потому что вершина лежит на окружности, стороны пересекают. Такой же самый вписанный угол у нас будет МКЛ. Центральными углами здесь будет Q, O, R и Z, O, V. Остальные углы, которые у нас изображены на рисунке, они не являются ни вписанными, ни центральными. Как же мы можем еще применить наши знания о вписанном и центральном угле? Рассмотрим с вами простейшие задачи. Первая задача – это когда нам дан треугольник, который вписан в окружность, мы видим, и надо найти вписанный угол Х. Он опирается на полуокружность, а значит его градусная мера равна 180 градусов. А вписанный угол будет равен половине дуги, на которую опирается. Значит, это будет угол в 90 градусов. Рассмотрим следующую задачу. Здесь как можно найти угол Х, а иногда в задачах ОГЭВа спрашивают найти, какова градусная мера большей дуги. Здесь мы видим 70 градусов, а поскольку вся окружность измеряется в 360 градусов, следовательно, угол Х можно получить как 360 отнять 70, это будет 290 градусов. В следующей задаче мы видим, что у нас есть угол О, он является центральным углом и опирается на дугу, равную 120 градусов. А значит, вписанный угол равен половине центрального угла, и он равен 60 градусов. И в следующей задаче у нас нарисована звезда, вы видите, для того, чтобы ее начертить, нужно было окружность поделить на 5 равных частей. А значит, если мы 360 поделим на 5, это будет соответствовать центральному углу, а вписанный угол будет в 2 раза меньше, значит, это десятая доля окружности. Значит, мы должны 360 поделить на 10 и получим, что заданный угол равен 36 градусов. Давайте с вами проведем некоторое исследование. Что получится, если мы окружность будем пересекать двумя прямыми? Что получится, если две прямые пересекаются в одной точке? Если у вас проведена касательная хорда, или у вас пересечение идет внутри окружности, каким же образом нам можно измерить эти углы? Если мы рассмотрим с вами первую ситуацию, то мы должны провести секущую СБ, а если есть две параллельные прямые и секущие, то накрест лежащие углы равны. Следовательно, дуги, которые стягивают равные углы, они тоже между собой будут равны. Вывод, если мы с вами провели две параллельные хорды, то дуги, заключенные между параллельными хордами, будут равны. Рассмотрим следующую ситуацию. Пусть у нас проведена касательная, и нам необходимо измерить угол между касательной и хордой. Мы снова с вами проведем параллельную прямую для нашей касательной, а значит, снова накрест лежащие углы будут равны, потому что у нас есть две параллельные прямые и секущие. И из предыдущего факта мы с вами уже знаем, что дуги, на которые опираются, которые расположены между этими параллельными прямыми, они тоже равны. А следовательно, угол, который между касательной и хордой, он измеряется вписанным углом, который опирается на эту дугу. Замечу, что это может абсолютно быть любой угол. То есть, если я проведу таким вот образом, это тоже будет угол, который будет равен углу между касательной и хордой. Теперь осмотрим следующий случай. Если у нас будут две прямые пересекаться в некоторой точке М. И снова мы с вами проводим прямую, параллельную одной из прямых. Как только мы провели с вами эту параллельную прямую, мы заключили между этими параллельными прямыми одинаковые дуги. И еще мы провели параллельную прямую, а значит, при параллельных прямых и секущей у нас соответственные углы равны. А следовательно, мы с вами определили вписанный угол. Каким же образом мы сможем получить этот вписанный угол? И он будет равен полуразности дуг. То есть, мы должны от большей дуги, мы видим, отнять меньшую. Вот она, меньшая дуга. И тогда мы с вами сможем найти заданный угол. Следующее. Если мы с вами возьмем и будем пересекать данные прямые внутри окружности, то получим снова некоторый угол М. Каким образом мы вычислим эту градусную меру? Мы проведем прямую, параллельную прямой CD. И снова у нас получается угол, который вписанный, опирается у нас на дугу окружности. Он будет равен тому, который мы с вами ищем. И поскольку у нас дуги, заключенные между параллельными прямыми, равны, вот эти дуги у нас равны, а значит, чтобы найти весь этот большой угол, мы должны сложить с вами дуги, которые образовались при пересечении этих прямых. Значит, чтобы найти угол между хордами, которые пересекаются внутри окружности, мы должны с вами сложить дуги и поделить ответ пополам. Теперь рассмотрим следующую ситуацию, которую вы тоже ранее разбирали. Это если у вас есть окружность и проведены две хорды, каким образом мы можем найти расстояние, то есть каким образом связаны расстояния с этой точкой М. Это произведение АМ умножить на МВ равняется ЦМ умножить на МД. То есть эти расстояния будут равны, и это у вас выходит из того, что если бы мы с вами дополнили до четырехугольника и обозначили углы, вписанные в окружность, и нашли бы равные углы, которые опирались на равные хорды, то мы смогли бы доказать это свойство. Рассмотрим следующее. Каким образом мы можем применить полученные свойства для решения задач? У нас есть окружность и есть некоторый треугольник АОБ. Мне неизвестна сторона 8 см. И нужно найти сторону АБ. Известен угол 60 градусов. Но ведь это равнобедренный треугольник. Почему этот треугольник равнобедренный? Потому что у вас угол 60 градусов. А мы знаем, что если один из углов треугольника равен 60 градусов, то такой треугольник будет равносторонним. А значит, сторона АБ у вас тоже будет равна 8 см. Рассмотрим следующее. В данном случае угол МНК – это вписанный угол, а угол МОК – это центральный угол. Вписанный угол равен половине центрального. Он равен 39 градусов. Но при чем здесь наш угол Х? Дело в том, что треугольник ОН у нас равнобедренный, а значит, углы при основании равны и тоже будет 39 градусов. По свойству, которые мы рассмотрели с вами в предыдущем пункте, мы видим, чтобы найти угол А, нам нужно из дуги 130 градусов вычесть дугу 42 градуса, ответ поделить на 2, и мы получим 88 поделить на 2, это будет 44 градуса. И здесь в последнем рисунке мы с вами видим то, что угол опирается, угол МОС – это у вас опирается на развернутый угол, а значит, дуга равна 180 градусов, вписанный угол 40 градусов, тогда дуга МН равна 80 градусов, и необходимая дуга СН у нас тогда будет равна 100 градусов. И ваше домашнее задание. Читать страницу 167-170, отвечать на вопросы. Рекомендую вам сделать конспект данного урока по данному параграфу и записать все основные выводы, которые мы с вами разобрали. Также разобрать задачи из учебника и обратиться к сайту «Решить ОГ» – это задание номер 17, потому что вы встретитесь со всеми видами этих задач. Спасибо за внимание. Тема нашего урока – лесная промышленность России. Целями нашего урока будет сформировать знания об особенностях развития и географии лесной промышленности, продолжим развивать умения, анализировать, работать с учебником, картосхемой, диаграммой, делать выводы, находить причинно-следственные связи, продолжим развивать мировоззренческие идеи, экономическое и патриотическое воспитание. План нашего урока – знакомство с понятиями лесная промышленность и лесопромышленный комплекс, рассмотрение особенностей развития и размещения лесной промышленности России, изучение структуры территориально-лесопромышленного комплекса, знакомство с главными районами лесозаготовок страны, изучение основных факторов размещения лесной промышленности и в конце – небольшое домашнее задание. Итак, начнем. Лесная промышленность – отрасль хозяйства, занятая заготовкой и переработкой древесины. Как и другие отрасли, лесная промышленность имеет свои особенные черты. Давайте рассмотрим основные из них. 50% территории России занято лесами. Это составляет 23% лесных запасов мира. Нашу страну можно условно разделить на три большие зоны. Зона лесоизбыточная, включающая зону тайги и смешанных лесов. Зона лесообеспеченная, включающая часть зоны смешанных лесов и широколиственные леса. И лесодефицитная зона. Это территория тундры, лесостепи, степи, полупустынь и пустынь. Предлагаю рассмотреть расположение данных зон на нашей картосхеме. Если посмотреть на зону лесообеспеченных районов, мы видим, что это преобладающая зона по территории страны. Это говорит о том, что наша страна хорошо обеспечена сырьевыми ресурсами. К югу от нее находится зона лесообеспеченная, которая тоже может быть использована в виде сырья в лесной промышленности. Есть у нас, конечно, и лесодефицитные районы. Они располагаются как на юге, так и на севере. В этих зонах сырьевых ресурсов недостаточно. Мы занимаем первое место в мире по запасам древесины. Общие запасы древесины России составляют 80 миллиардов метров кубических. Мы находимся на втором месте по обеспеченности лесами на одного человека. 80% лесов нашей страны пригодны для лесозаготовок. Более 60% лесозаготовок располагаются в европейской части страны. Она лучше освоена. Здесь создана инфраструктура, имеются трудовые ресурсы и потребитель. 40% мы имеем в азиатской части. Россия много экспортирует продукции лесной промышленности. 30% древесины и 25% пиломатериалов мира. В лесной промышленности выгодно создавать так называемые лесопромышленные комплексы. Это комплексы отраслей, которые включают огромное количество разнообразных взаимосвязанных отраслей. Предлагаю посмотреть структуру лесопромышленного комплекса на данной схеме. На данной схеме мы видим отрасли, включающие в лесопромышленный комплекс. Заготовка древесины, отходы древесины, механическая обработка древесины, лесопромышленная отрасль, целеслознобумажная промышленность. Взаимосвязь между этими отраслями позволяет сэкономить средства страны по сырью, по финансам, по транспорту, по трудовым ресурсам. Лесопромышленные комплексы позволяют экономно использовать сырье, меньше загрязнять территорию. Если мы посмотрим расположение лесопромышленных комплексов на территории нашей страны, то можно предположить, что большая часть лесопромышленных комплексов будут находиться в лесоизбыточных зонах. Предлагаю посмотреть самые крупные лесопромышленные комплексы России. А теперь давайте сравним расположение лесопромышленных комплексов с главными районами лесозаготовки. Данная диаграмма показывает, что большая часть заготовки древесины у нас идет на Европейском Севере и составляет 28%. Это не исключение, так как Европейский Север более освоен, имеет хорошую транспортную структуру, трудовые ресурсы, масса потребителя. 19% разрабатывается в Восточной Сибири, 10% на Урале и 11% на Дальнем Востоке. Как и любая другая отрасль, лесная промышленность имеет свои факторы размещения. Предлагаю рассмотреть основные из них. Итак, первый фактор у сырья. У сырья располагается заготовка леса, его вывоз, сплав, частичная переработка древесины и лесопиление. Как вы понимаете, эти производства требуют огромное количество сырья. Поэтому размещение у сырья наиболее целесообразно. Те производства, которые требуют большого количества потребителя, будут располагаться у потребителя. У потребителя располагается деревообработка, производство фанеры, мебели, спичек, разнообразных деталей из древесины. Еще одним фактором размещения лесной промышленности является у сырья на отходах или у потребителя. Главным образом это продукция лесохимической промышленности, в которую входят лак, линолеум, целлофан, скипидар, кормовые дрожжи. Наиболее сложным принципом размещения является одновременно у сырья, у пресной воды и у дешевой электроэнергии. Главным образом это размещается целлюлозо-бумажная промышленность, а ее продукция целлюлоза, бумага и картон. Я предлагаю посмотреть картосхему, которая есть в вашем учебнике на странице 198. Обратите внимание, что данная картосхема подтверждает, что целлюлозо-бумажная промышленность располагается в лесо-избыточном районе, на крупных реках, около источников дешевой электроэнергии. Сегодня мы с вами закончили изучать лесную промышленность. Я предлагаю вам записать небольшое домашнее задание. Домашнее задание, параграф 49, вам необходимо прочитать. Устно определить связи между отраслями лесопромышленного комплекса на странице 197, рисунок 102. Задание 3, 4 и 5. Прошу выполнить письменно на странице 199. Урок окончен. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!